Несмотря ни на что, все равно хочу пожелать доброго дня всем зрителям моего канала. У меня сегодня такое впервые. Включила камеру и я не знаю, что сказать, не знаю даже с чего начать. С одной стороны, эмоции переполняют, а с другой стороны, какая-то вот болезненная пустота и вопрос. Есть ли предел человеческой ненависти? Несколько лет назад я закрыла видео. Были просьбы зрителей, когда у нас еще не было своей квартиры в Украине, когда мы приезжали, останавливались у мамы. И естественно у зрителей, ну может у кого-то просто обычный интерес, может у кого-то самое банальное любопытство. просили меня показать, как живет мама, маму. И было у меня на канале несколько таких видео. И я вынуждена была их закрыть, потому что, ну, были такие комментаторы, которые написали там и то не так, и обои не такие, интерьер не такой, и мама не такая. И, ну, на тот момент мне оказалось, что, ну, худшего уже быть не может, как можно обсуждать пожилого человека, как можно критиковать жилье пожилого человека. Потому что, как бы пожилые люди, для них самое главное, чтобы было чистенько, простенько, уютно по их вкусу. И, вы знаете, сегодня села читать комментарии, и я просто в ступор впала от написанного. что вот ты не показываешь маму, потому что ее нет. И что даже если человек больной, и, как ты говоришь, ты там за ней ухаживаешь, и, ну, как бы нет никакого присутствия, и, возможно, она сдохла, а вы об этом никому не говорите, скрываете, чтобы получать пособие. Вот я даже, я вот, я, 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 вы знаете, у меня просто нет слов. Вот люди, которые, и вообще люди ли это, которые могут подумать такое, и изложить свои мысли, вот у вас тоже же есть родители, вот что вами движет. И вот, если бы вы, или вы получили вот такое вот заявление, комментарий, касающихся вашего мамы, папы, вот, ну, я не понимаю, когда вы такое пишете, вы думаете о своих родителях, или, или, или как, вот, ну, а почему столько, чего уже только не говорили, что и вот надо ее выгнать на работу, и вот привезли, повесили на шею, на чью шею, на свою повесили. И не так ухаживаешь, и не то делаешь, и, ну, и в доме заморозило. Я уже, ну, знаете как, с одной стороны, вот, говорите, закрой комментарии, поудаляй ботов, я их удаляю, я их блокирую, но они даже с одинаковыми никами пишут комментарии. Вот была большая буква фамилии, большая буква имени, и тот же самый ник выходит, только первая буква имени и фамилии маленькая, но тот же самый ник человека. И я уже, ну, знаете как, уже привыкла, можно сказать, ко всему. Но вот это вот зачем? Вот что вот это кому дает? Ранить меня, обидеть меня? Ну, это не, ну, никак это не получится сделать меня просто. Я вот одного не могу понять, откуда столько ненависти. Сколько я веду свой канал, я стараюсь максимально быть спокойной. Отвечаю даже на самые похабные комментарии, чтобы никого не обидеть. Я не матерюсь, я никого не посылаю, ни в видео, ни в комментариях. Задают вопросы, я понимаю, что невозможно посмотреть видео, кто-то что-то не понял, кто-то что-то осудил, обсудил. Но я всегда открыта к общению и не к какому-то вот такому вот с ненавистью. Есть люди, есть блогеры, которые, ну, более как-то, наверное, резко реагируют. Я к их числу, ну, никак не отношусь. И мне вот абсолютно непонятно, за что вот, почему такая ненависть вот конкретно ко мне, к моей матери, что она никогда не работала, у нее 44 года стажа, и она должна сейчас выходить на работу. Вот вы просто подумайте, человек сюда приехал не по своему желанию. Да и вообще, вот просто вдуматься в то, что беженец 84 года, которому как бы вот на склоне лет пришлось бросить все и действительно не за лучшей жизнью. Она не эмигрантка, у нее не было в планах. Люди в таком возрасте, они не эмигрируют, потому что они не могут выйти на работу. Они не могут уже не тот возраст, чтобы учить язык, чтобы как-то устраиваться в другой стране. Это вынужденное, вынужденное было, вот этот переезд вынужденный. И чего уже только не придумали, чего уже, как уже меня только, какой ужасной дочерью не выставили. И что я рассказываю о том, чтобы меня похвалили. Да не надо меня хвалить, за что меня хвалить? Я нормальный ребенок у нормальных родителей, который не кинул, не бросил, который заботится так, как должен заботиться нормальный человек. Вот что вот, что руководит? Я вот, вы знаете, я тоже не понимаю, кто пишет и зачем давать вот эту дезинформацию. Тоже сегодня прочитала комментарий, что ты обманываешь, и зачем ты это рассказываешь. И что никакое пособие было 480 евро, и так оно и есть 480 евро. Ну и так далее, и тому подобное. Короче говоря, все, что я говорю, это неправда. Пособие никогда не было 480 евро на одного человека. Оно было намного меньше 426 евро, если это в самом начале, если уже быть точным. И когда 31 день, 440 начисляли. И люди, которые не могут подтвердить. Я вот этого вот не понимаю. Кто-то прочитает и подумает. А да, действительно, нас вот 3 человека, каждому почти по 500 евро. И приедет, а потом задает вопросы. А почему я там прочитал? Почему я там вот это узнал? А на самом деле не 500, а 200 всего лишь. Ну вот зачем вы вот эту дезинформацию пишите? Я вот вообще не понимаю. Если не нравится человек, который ведет канал. Если не нравится подача информации, личная какая-то неприязная. Ну неужели не проще просто отключиться и уйти? И смотреть то и того, кто тебе нравится. При том, что почему я удивлена? И почему это видео выходит не на том канале? Потому что мой второй канал называется «Захотеть похудеть». И вот этот комментарий про маму пришел там. И почему я сегодня говорю именно на этом канале? Поскольку тот канал, там это ясно, что человек пришел отсюда, чтобы напакостить там. Поскольку там в основном люди, женщины, мужчины, которые худеют, у которых нет щитовидной железы. И у которых, ну там тематический канал, как бы там абсолютно нет никакой информации. Не про маму, не про мою жизнь, не про что-то другое. А то, короче говоря, те темы, которые я обсуждаю здесь. И вот не показываешь маму, да ради бога. Вот откройте канал, показывайте маму, показывайте папу. Здорового, больного. Ну какого хотите. Я вот и мужа не показываю, потому что он не хочет сниматься. Я и семью перестала показывать, и все вот эти праздники, все это. Потому что, ну не хотят они. Так что значит, их теперь у нас нет? Ну вот я вот просто реально в ступоре. Сколько это будет продолжаться? И вот за что меня вот настолько вот лично, меня вот лично такая неприязнь. Сколько пишется такой информации, которая не то, что не соответствует действительности. Это надо иметь дикую фантазию, чтобы такое придумать. Как почитаешь, и ты, я уже, я не знаю, не читать комментарии. Потом люди, которые действительно задают интересные вопросы, которым действительно там что-то нужно, или темы какие-то обсудить. И ты не читаешь комментарии. У меня был такой период, когда я вообще ничего не читала. И уже, ну, понимаете как, хейт он был, он есть, и, наверное, и будет, никуда он не денется. Иногда наступает такой момент, что ты вот так вот махнул рукой и снимаешь только тот контент, который, ну, ты сам себе придумал. И не то, что там люди просят, там, покажи вот это, или там, сними какой-то рецепт, или расскажи там про то, про сё. А ты делаешь просто вот от фонаря. Сегодня вот захотелось тебе выйти на террасу и показать, как ты цветочки садишь. У меня был такой период, и это тоже нехорошо, поскольку прерывается вот эта вот связь, диалог с твоим зрителем. И получается так, что люди без вины виноватые, которые нормальные, которые подписаны на твой канал, потому что ты им интересен, твой контент им интересен. И ты из-за каких-то вот таких вот недалеких людей, у которых ненависти больше даже, наверное, чем они весят. И ты прерываешь общение с теми людьми, которые ради тебя пришли. И я, естественно, я читаю комментарии, но вот такого плана, ну, я вот просто, я не знаю. Мы все дети, у нас у всех есть родители. И как вот можно абсолютно постороннему человеку, посторонней женщине, я даже уже не беру себя, которая болеет, которая практически не встает с кровати, она передвигается вот в инвалидном кресле. И уже, ну, уже я не знаю. Когда-то кто-то написал, что да ладно, ты, мол, типа не обращай внимания, там пришла Маша с работы злая, на мужа отрываться не хочет, открыла там канал непонятно чей, непонятно что, написала, лишь бы чтобы пар выпустить. Но здесь-то вот не пар выпустить, это же человек осознанно, осознанно перешел с этого канала на другой и осознанно написал вот, ну, вообще я не понимаю, как такое вот можно написать. Вы ей платите это пособие, вы за ней ухаживаете. Это что, как бы, такое завуалирование желания смерти или что, я вот, я вот, я не понимаю. Были уже и до этого, но как-то, ну, более мягкие, так скажем, что маму не показывают, потому что мама, наверное, там хоть живая у тебя. Ну, вот такого плана, и ты как-то уже на это не обращаешь внимания, но когда что, ну, не знаю я, вот тоже говорите, позитивный контент, позитивные какие-то видео, ты стараешься выйти сам вот из какого-то негатива, ты стараешься что-то приятное людям, чтобы от тебя шло что-то приятное, но когда вот так вот тебя просто вот в бочку этой ненависти засовывают, макают туда, и вот очень сложно, очень сложно, ну, не знаю я, просто сейчас сложное время у всех, сейчас очень сложный, очень непростой период, в котором мы живем, но это же надо, но надо же в любом случае оставаться людьми. Все проходит, как говорится, и это пройдет, и потом, ну, как вот, человек, который мог такое написать, вот как он идет на работу, как он со своими детками общается, как он идет к своей маме, к своему папе, если он чужой маме, чужому папе вот такое вот желает, вот такое вот, ну, вот у меня в голове, вот честное слово, не укладывается, абсолютно не укладывается, вот видите, совершенно другая тема должна быть сегодня, совершенно у меня было совершенно другое настроение, но когда вот такое вот видишь, я вот, ну, не знаю я.